Ребят, всем привет! С вами на связи Андрей Финашин и канал TESLAB. Сегодня у нас будет на разборе вот такое вот интересное устройство. Это такая мини линза, которая имеет посадочное место такое же, как у лампы H4. Я повторюсь, когда увидел первый раз, я просто поразился гениальности китайского инженера, который это все придумал. Данное устройство, как вы видите, я уже установил в обычную рефлекторную фару H4. Сразу скажу, что перед тем, как его туда установить, вам необходимо будет удалить торцевой колпачок. Ну, в общем-то, это я делал уже в предыдущем видео, поэтому кому надо, посмотрите. А я хочу показать вам, как она светит и стоит ли вообще приобретать подобные вещи. Ребят, первый фейл, который ждал меня после покупки данного устройства, обнаружился, когда я попытался поставить на него галогенную лампу H3. И я попытался взять обычную лампу накаливания, галогенную лампу, поставить туда. И, ребята, смотрите, что у нас происходит. У нас происходит то, что она туда банально не лезет. Она просто не лезет. И из-за этого, в общем-то, это был мега фейл. Я понял, что основной тест, который я хотел провести и понять, стоит ли ставить эти линзы в фары, грубо говоря, я его провести не могу. Потом, посмотрев внимательно, я понял, что действительно надо было обращать внимание на вот этот вырез. Этот вырез, вот именно как раз под электрод ксеноновой лампой. И ксеноновая лампа H3, она прекрасно туда уже заходит. Она прекрасно заходит, и мы видим, что вся эта конструкция и разрабатывалась исключительно для того, чтобы быть установлена в нее ксеноновая лампа H3. Ну, давайте исходить из того, что есть. Давайте сначала сравним галогеновую лампу H4 с ксеноновой лампой H3. Посмотрим, что дает нам, в общем-то, установка данных линз. А потом я уже прокомментирую. Итак, сейчас вы видите, как светит фара H4. Я опять же произвел замеры по 16 точкам. После этого поставил ксенон, и смотрите, как светит ксенон. Также тоже произвел замеры, и вот вам сравнительные фотографии галогена и ксенона. И, ребят, в общем-то, тут я был очень удивлен и очень обрадован, потому что действительно ксенон, будучи установлен в эту линзу, действительно улучшает свет. Улучшает свет, там процентов на 80, прибавка есть, даже несмотря на то, что здесь такая конструкция довольно-таки простенькая, скажем так. Мы действительно видим увеличение света, мы действительно видим, что этот ксенон, в отличие от ксенона, будучи установленного туда H4, никого не слепит. У нас довольно четкая есть свето-теневая граница. Да, она не идеальна, она немножко такая раздвоенная. Видно, что кулибины могут с этой линзой еще немножко поработать, настроить более четкий фокус, чтобы эта граница была более четкой. Но даже в том варианте, в каком она продается, в каком она, собственно, существует, уже мы видим значительную прибавку в свете. И установка ее оправдана. Но после того, как я провел тесты с ксенонами, они меня, в общем-то, сильно обрадовали достаточно. Мне все-таки стало интересно, ну а как же она светит именно с галогенкой? Как она светит с галогенкой, если вы, в общем-то, не хотите никаких проблем с ГИБДД, и вы хотите ездить на галогеновых фарах, соответственно, с галогеновыми лампами. Пришлось ее модернизировать, пришлось конусным сверлом рассверлить вот это посадочное отверстие. Рассверлить, сделать диаметр его больше, чтобы туда просто проходила галогеновая лампа. Я все-таки это сделал, потому что, ну, надо же было вам, собственно, дать полную информацию, максимально полную информацию по этим лампам, линзам, 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 прошу прощения, по линзам. После того, как я все это сделал, поставил фару, включил свет, ребят, я увидел, что ну такое, ну такое, видно, что с ксеноном она светит, потому что она под него спроектирована, а с галогеном свет, конечно, стал хуже. И, ребят, где-то стал хуже, там, на 40 с лишним процентов, то есть, сами понимаете, ну, грубо говоря, установив такие линзы, да, вы получаете какую-то более такую четкую границу, но свет, в общем-то, вы ухудшаете, и смысла в этом, ну, никакого нет. Тут стоит отметить, что, в общем, все-таки я это делал на новой фаре, если ваша фара убита в хлам, там отражатель уже полностью весь облез, выгорел от ксенона или еще от чего-то, или от воды, то тогда, да, если ваши фары не светят вообще, то установив такие линзы с новым отражателем, вы действительно будете что-то видеть. Но, если ваши фары в нормальном состоянии, вы хотите еще лучше цвет, то это, конечно, не про вот эти линзы, не про эти, к сожалению, они не могут вам дать даже такого количества света, который дает обыкновенная лампа H4, вот в этом большом рефлекторе. Ребят, хочу отметить, что я видел в сети подобные вот линзы, но они гораздо более интересны для меня, потому что они не галогеновые, они светодиодные. Там стоят светодиоды, я видел обзор, как человек ставил линзы, он там немножко их криво, конечно, поставил, но суть в чем, вот линзы под светодиоды, в которых уже стоят светодиоды, мне гораздо более интересно было бы протестировать, надеюсь, что я где-нибудь добуду такой образец, потому что вот с этим образцом, ну, видно, что это все-таки не про галоген, а ксенон у нас уже, как говорится, запрещен. Вот, в общем-то, я, наверное, рассказал все, что такое имело смысл, если что-то не рассказал или какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в комментариях, и если эта информация была вам полезна, ставьте лайк, если была бесполезна, ставьте дизлайк, не стесняйтесь, ну, а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео. Ну, и вообще, конечно, хочется передать привет большой китайским инженерам, потому что сделать такую штуку, это мега респект, вот, нафантазировать и придумать вот такое устройство, которое, как говорится, и линзу поставить, и фару не разбирать, это, конечно, достойно.